Добрый день, уважаемые участники Международной конференции. Я хочу начать с того, что как раз в 11 часов сегодня мы подъехали к тому месту, которое в сознании якутского народа является святым местом, источником его созидательной жизни, источником всех его достижений и одновременно является как бы защитником всех наших интересов. Вот смотрите, полюбить, 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 да, вот даже ее как у меня тут заплетает. Полюбуйтесь и полюбите, вы правильно сказали? Да, этой красотой, так, и думаю, что вы заряжаетесь энергией, которая постоянно исходит из этих священных, из этой священной горы, из этих священных столбов. Ну, поздравляю вас с началом нашей конференции и новых интересов соблюдения графика, экономии времени, засчитаю подготовленный нам новый текст. В конце 2010 года по инициативе ректора Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова Евгения Саевна Михайловой был создан научно-исследовательский институт ОЛОНКО. Это решение было вызвано необходимостью расширения и углубления научных исследований по якутскому эпосу ОЛОНКО, которая с 2005 году, как сказано, ЮНЕСКО разгласила шедевром устного и нематериального наследия человечества. На институт была возложена задача формирования и распространения научного понимания общечеловеческой природы якутского эпоса. В соответствии с этим были обозначены основные направления его научной деятельности. Прежде всего, речь шла о сохранении памятников якутского и грейского эпоса. С этой целью институт основал серии публикаций САХАЛОНКО, то есть ОЛОНКО-ЯКУТО. В настоящее время ездило 12 текстов ОЛОНКО, что заметно расширило источниковые базы исследований по эпосу, не говоря уже о том, что навечно сохранены для потомков текст уникальных произведений наших ОЛОНКО-СУТОВСКОЗИТЕЛЕЙ. Продолжается разработка теоретических проблем происхождения ОЛОНКО, составлен научный отчет и на страницах различных журналов страны и мира опубликованы десятки статей. Подтверждается не только южная родина ОЛОНКО, но удревняется на целое тысячелетие историческое время его происхождения, уходящее своими корнями в хонский период тюркской истории. Этому способствует разработка проблем с сравнительным изучением ОЛОНКО-СУТОВСКОЗИТЕЛЕЙ, других тюрко-монгольских народов Центральной Азии и Южной Сибири. Как известно, ее начал классик якутского эпосоведения Элликентий Васильевич Пухов, и долг сотрудников института достойно продолжить его начинание. Институт провел две крупные научные конференции, всероссийскую и международную, посвященные теоретическим проблемам сравнительного изучения эпоса и заявившую о том, что сравнительное изучение эпоса является проблемой всех эпосоведов мира. Сравнительное изучение эпосов невозможно без перевода памятников мировой эпической культуры на другие языки. Институт, имея в виду это обстоятельство, целеостремленно работает с переводчиками ОЛОНКО. Осуществляется перевод ОЛОНКО на русский, французский, английский, турецкий, кыргызский, корейский и другие языки. Главным достижением института в этом плане является перевод на английский язык главного якутского эпоса Нюнгунботру стремительный Платона Алексеевича Аюнского и издание его в престижном английском издательстве Эленасанс Вокс. Действием института является проведением крупных международных научных конференций в 2013-2015 годах с участием многих крупных специалистов эпосоведов мира. Их активное участие в научных дискуссиях – это незабываемая школа для молодых эпосоведов. Не только. Их доклады – это новейшая информация о достижениях современного мирового эпосоведения, полезная для всех интересующихся эпической культурой каждого народа. С другой стороны, участники конференции, как никогда раньше, ознакомились с достижениями якутских эпосоведов, вынесли что-то новое в понимании якутского эпоса. Не случайно на конференциях прозвучала мысль, что якутское лампхо является одним из великих эпосов мира. Продолжение следует...